А мы продолжаем и сейчас точно свяжемся с нашим гостем по прямой связи. И у нас в гостях проректор по внешним связям Крымского федерального университета имени Вернадского Михаил Сергеев. Михаил, доброе утро! Вот теперь доброе утро! Доброе утро! Прекрасно! Рады вас слышать! И видеть! И видеть! Хотим сказать, что КФУ начал закладку самого крупного яблонево сада. Это самый крупный в России промышленный университетский суперинтенсивный сад. Михаил, пожалуйста, объясните же нам, что такое суперинтенсивный? Интенсивный, да, интересно. Смотрите, обязательно нужно делать приставку слова университетский. Потому что, конечно же, это не самый крупный суперинтенсивный сад в России, потому что промышленные сады достигают тысячи гектаров. Но, значит, для чего все делать? Что такое суперинтенсивные сады? Сад экстенсивный, полуинтенсивный и интенсивный отличаются количеством деревьев, которые поставлены на той же площади. То есть, соответственно, чем больше деревьев, да, вот это как раз то, чем мы занимаемся, тем больше будет урожайность. Вот урожайность таких садов при достаточном количестве рожения может достигать 60-80 тонн с гектара. То есть, это технология, которым наши коллеги зарубежные пользуются уже очень давно. И благодаря этой технологии, эта технология позволила им завоевать наш рынок продуктовый. Соответственно, 5-6 лет назад была принята доктрина производственной безопасности, и наши крупные агроходы... Деревья имеют не такую сильно развитую корневую систему. То есть, в традиционных садах в плотношении яблони входит на 10-й год, а в таких садах входит в плотношении уже на 3-4-й год. Соответственно, их нужно защищать от ветра. Поэтому используется сложная система шпалерной конструкции. И вот, значит, почему университет, собственно, почему самый крупный университетский? Сделано это для того, чтобы наши студенты могли проходить сразу практику в университете на таком настоящем промышленном саде. Вот многие товаропроизводители на всех площадках обсуждают такой момент, что они сады закладывают, а работать некому. И, то есть, потому что все студенты и все позывательные программы, которые у нас сейчас есть в вузах, и в сельхозвузах, и в вузах Миннауки, они направлены все-таки на традиционное садоводство. Соответственно, мы решили сделать шаг вперед и пошли по пути создания у себя в университете вот такого большого сада. 10 гектаров – это много, это 20 тысяч саженцев. Это очень капиталоемкий процесс, это очень трудоемкий процесс. Мы работаем уже 12 дней над закладкой, просто не покладая рук, без праздников, без выходных. Михаил, а какие сорта яблок будут посажены в вашем саду? Опять же, многие университеты, многие НИИ, есть такая вещь, как коллекционные сады. То есть там ученые закладывают коллекции, они изучают сорта, засовоустойчивые сорта районирования от рынка. Потому что студенты, которые придут на предприятие работать, они должны будут все-таки работать с такими сортами, которые востребованы рынком. Поэтому мы взяли самые три высокопродуктивных сорта. Это делишес, грани, смит и гала и в равных долях по 7 тысяч саженцев. Соответственно, сад тоже трудоемкий и тоже отличается от традиционного сада. Поэтому студенты будут у нас учиться не только закладке, но и дальнейшему уходу. И после того, как они выпустятся, они будут очень востребованы на рынке. Потому что сейчас большая дыра, по сути, таких специалистов нет. Михаил, спасибо большое. Немного нас подводила сегодня связь, но в любом случае мы узнали то, что интересует и нас, и наших телезрителей. Мы благодарим вас, что вы нашли время сегодня с нами связаться и рассказать про университетский суперинтенсивный сад. Это была очень интересная беседа. Напомним, с нами на связи был проректор по внешним связям Крымского федерального университета имени Вернадского Михаил Сергеев.